Счастлив тот, кто живет свою жизнь не для себя, или хотя бы не только для себя. Мы же гонимся за счастьем, наверное, все, особенно в молодости. И счастье для нас связано с чем прежде всего? С каким-то личным успехом, с богатством, определенным материальным положением, с удачным браком. То есть сфера наших поисков, она вот там находится. Но проблема со всеми этими вещами в том, что они достаточно эфемерны. Они такие вот обманчивые и приходящие. Ты гонишься, гонишься за чем-то там, за какой-то целью, которую ты себе поставил, а она раз и исчезла, как химера. Только ты ее вроде схватил, а может даже и не схватил. И все это уже распалось, как дым. Но доказанный факт, это прямо наука установила, что гораздо счастливее те люди, это вот именно то прочное счастье, какое мы ищем. Только ищем не там чаще всего. Оно находится вот в этой сфере сострадания и помощи другим людям. И вот этот вот закон как раз и исполнился в жизни младшей сестры. И я, вы знаете, очень хочу, когда я доживу до каких-то уже лет, когда мне придется умирать. Вот сегодня у меня тоже день рождения, и еще один год пройден. И я нисколько не жалею о том, что как бы года вот идут вперед, и я становлюсь все старше и старше. Я знаю, что для многих это какая-то там такая прям трагедия. Но почему-то у меня это вызывает радость. Я думаю, вот здорово. Бог дал мне еще один год, чтобы я могла вот еще больше его познать, еще больше какой-то пользы принести. Я вам говорю честно. Я вот не рисуюсь, чтобы, знаете, как-то показаться, что я такая хорошая. Но мне это очень радует. Меня радует мой возраст. Просто перестаешь о многом переживать, о чем ты переживаешь в молодости. И у тебя наступает такая хорошая жизнь. Плюс еще то, что ты становишься все-таки мудрее и мудрее с каждым годом. А значит, ты способен все больше проникать в свое предназначение. А предназначение это наше вот такое. Жить для блага людей. Поэтому я хочу, чтобы, когда я подошла к своему пределу своей земной жизни, я сказала, а знаете, у меня была прекрасная жизнь. И не важно, что там, какие факты и как об этом думает еще кто-то. Какие факты биографии. Можно сказать о любой жизни, что она была прекрасная. И можно сказать о самой удачной, самой такой вообще феерической жизни, что она была ужасная. Я надеюсь, вы меня поняли. И мы можем трудиться на благо ближних вот в разных сферах. Не обязательно же всем сидеть с больными. Не обязательно всем там, да, ну, в каких-то благотворительных организациях работать. На самом деле мы можем быть профессионалами в любой сфере. Мы можем заниматься какими-то важными там делами, такими сложными. Но при этом помнить, что наша основная задача – это вот именно не забывать о людях, не забывать о своих родственниках и не забывать вообще о тех вот, как вот Виктор в прошлое воскресенье говорил, да, о тех, кто нуждается, о тех, кто в очень тяжелых обстоятельствах. И для этого что нам нужно? Нам нужно развивать в себе сострадание. Вот мы, когда молодые, опять же, мы что? Хотим прокачивать свои профессиональные навыки. Мы понимаем, нам нужна профессия. Иначе мы не сможем в этом мире существовать нормально. Это хорошо, правильно. Ну, а на этом обычно все заканчивается. Вот человек получил свою профессию, он как бы, у него есть инструмент, с помощью которого он может вот так вот жить, да. И все. Дальше уже все остальное как будто должно само собой прийти. Вот это вот отношение между нами, вот это какое-то сострадание, доброта – это как бы само собой. Нет, дорогие мои, это не само собой. Их точно так же, вот эти навыки, надо прокачивать. Потому что их можно развить в себе, как любой другой навык. А сложнее всего, знаете, думать о людях, о других, в той ситуации, когда приходит к вам успех. Успех в делах, там, в деньгах. Вот все как-то пошло, пошло у вас в жизни. И тут человек обычно вот начинает уходить в какой-то эгоизм, в какое-то самодовольство, в жадность. Вот это, я считаю, очень печально. И вот, я считаю, что это не очень печально.